а ну что ж друзья всем привет с вами как всегда полоскун и сегодня я решил сделать небольшое видео и рассказать о кланах в игре warobots но друзья перед началом данного видео я бы хотел вам порекомендовать канал парня название которого культик в р на своем канале он снимает классные видео на различные темы по игре в робот рассказывает о новых роботах делает обзор обновления а также дает советы о том как начать играть лучше помимо этого у него сейчас на канале проводится большой розыгрыш д кубов и я очень вам рекомендую перейти по ссылке в описании в нем поучаствовать желающих принять участие пока не так много поэтому может и вам повезет вы получите д кубы и купьте на них в игре то что давно хотели поэтому ссылку на ролик с розыгрышем и на канал парня я оставлю в описании обязательно переходите участвуйте в розыгрыше и подписывайтесь на культика но в общем ладно немного отвлеклись давайте уже переходить к теме данного видео ну и вообще ситуация какая разработчики очень давно говорили о том что они планируют поменять систему кланов в игре полностью потому что старая система на довольно сильно устарела она была там классные когда я только вели но потом робот сменялся и вот эта вот система что улучшать кланы за золото она стала ну не особо актуальной потому что по сути кланы только позволяли вместе играть не было чего-то такого что как-то сплочало людей что заставляло их как-то вместе там инвестировать в клан потому что единственное то есть как можно было прокачивать кланы это давать свое золото в клановую казну и чем больше золота было отдано тем соответственно больше слотов для участников клана открывалось то есть там ты платишь условно 500 тысяч золота то есть все участники набирают и там еще одно место для товарищей появляется но я думаю вы сами прекрасно понимаете что обычным участникам клана это было не особо интересно потому что они сами в клане состоят получают эти вот клановые задания благополучно получали там детальки роботов пушек ключи золото и золото они тратили уже как-то на свои нужды типа я и так в клане зачем него как-то там развивать единственные люди кто этим занимались это глава клана и офицеры но за редким исключением если конечно там не были требования от главы клана что если вы не даете золото то соответственно вас выгоняют и было понятно что разработчики систему рано или поздно поменяют и они это сделали вместе с выходом на линии 10.1 и на самом деле когда вот эти были анонсы там всякие скриншоты я прям очень ждал это событие потому что это реально что-то интересное у меня есть свой клан на платформе айос и я такой блин это офигенно я это жду и это мне очень сильно понравится и я так думал до того момента пока это не появилось в игре сразу скажу что я не хочу быть хейтером каким-то я прекрасно вижу что была проделана колоссальная работа разработчики молодцы кто эту идею придумал но тут очень много косяков которые мне безумно не нравятся и сегодня я про это расскажу но и как я уже говорил ранее сегодня раньше кланы они улучшали за золото то есть чем больше золота ты даешь тем больше участников клане может быть и поначалу это было какое-то незначительное количество золота там буквально 5 тыс золота ты отдаешь хотя открывается там еще одно место в клане то есть там допустим не 36 а 37 участников а потом все это росло в какой-то геометрической прогрессии и чтобы просто повысить допустим с количества участников 43 до 44 там надо что-то 900 тысяч золота это бешеное число и многие топовые кланы они как раз в это инвестировали чтобы было больше людей можно было там больше зарабатывать кубков быть в топе и я не скажу что у меня был когда-то топовый клан он всегда был какой-то средненький такой но мы честно вкладывали золото и у нас было по моему 45 слотов и мы потратили что-то в районе 4 миллионов золота это было дофига конечно основной вкладывал я но также офицеры клана они тратили свои деньги покупали золото и причем как понимаете это не такие уж и маленькие деньги и не потом разработчики эту систему отменили и такие мы всем дадим компенсацию и сейчас компенсация какая была вы видите на своих экранах и получается что разработчики такие окей там немножко тория дадим это новая валюта для улучшения кланов и проблема в том что у всех кто там 42 или больше участника в клане имели они получили тории в размере сто сто десяти тысяч то есть чтобы понимали неважно сколько ты золота до этого тратил полтора миллиона ты вложил в клан или четыре миллиона всем дали просто сто десять тысяч в нашем клане было вложено четыре миллиона золота вы сами понимаете какое это число это просто офигеть как много это нереально заработать без доната если ты будешь играть даже с выхода игры это реально все покупалось это смотрелось там реклама чтобы получать золото также полнуюсь эти вот задания которые там выполняешь это задание в другой игре эти там сколько-то золота дают последнее время там было довольно щедро и можно было реально десятки тысяч золота забирать и реально у нас люди этим занимались и по итогу нам дали сто десять тысяч тория и что вы понимали я сейчас вам покажу скриншот то есть мы его потратили полностью улучшили базу нашего клана и по итогу у нас стало 35 блин мест то есть у нас было 45 а стало 35 то есть этих ста десяти тысяч не хватило абсолютно ни на что то есть и знаете в чем прикол теперь базового в клане 10 человек то есть блин я не знаю то есть это просто с друзьями собраться там поиграть окей и если ты хочешь что-то дальше делать тебе соответственно нужно зарабатывать вот этот вот торий чтобы как-то улучшать дальше клан и вопрос такой многие задавали в комментариях где этот торий брать и единственное где можно брать это выполнять вот эти вот задания клановые вот дают 50 тория вот там можно помог где-то до 300 в день забирать если клан уже прокачал то есть поначалу там 100 тория потом там потихоньку 150 200 200 300 вот мы сейчас в нашем клане у нас сейчас клан база клана 30 уровня можем выполнять там 6 заданий и получать каждые по 300 вот этого тория и при этом чтобы понимали цены там охренеть какие вот я сейчас просто мне на этом аккаунте запрещено вступать в кланы вот потому что вы сами понимаете это пресс аккаунт и я чтобы вам наглядно показать просто сейчас вот создал клан который называется название клана там просто писали что введите название клана я ввел название клана окей в общем и вот просто берешь нажимаешь управление заходишь вкладку улучшения и здесь ты можешь что-то улучшать поначалу видите там 1300 тория потом когда ты это улучшишь можно будет дальше что-то делать ну в общем потихоньку там открывать какие-то новые издания там базу вот эту качать у него там моделька меняется она там такая красивая и проблема в том что тория дается слишком мало то есть вот чтобы вы понимали там сейчас у нас в клане чтобы что-то прокачать надо 15 тысяч тория но что просто на один уровень в день можно получить у нас уже развитый клан 300 тория то есть что вы понимали у нас должен по сути весь клан играть то есть у нас там в клане сейчас сколько 35 человек да ну может сейчас уже 40 там немножко прокачались то есть 12 тысяч в день можно получать то есть ты полтора дня просто все должны сидеть играть вороваться причем много играть чтобы эти здания выполнить эти вот здания вы не смотрите это они такие поначалу легкие а дальше там набери 25 тысяч очков в чести там еще что-то то есть там реально надо сидеть играть и понятное дело что все мы люди у всех у нас какая-то есть реальная жизнь у нас там работа у кого-то учеба и не будут все участники клана сидеть целыми днями играть именно поэтому процесс очень сильно затягивается и эффект и клан сможешь прокачать до того уровня какой он был у тебя до выхода вот этого обновления но на самом деле меня поражает даже не это меня поражает другое что сейчас разработчики сделали такого офигительную вроде как вещь это то что можно производить ресурсы то есть ты тыкаешь вот эту кнопку управления улучшение делаешь какой-нибудь вот завод ну то есть можешь строить там допустим будет производиться там фабрика микросхем каждый день тебе будут давать по 1,33 сотых микросхемы вот и там допустим будешь получать 60 этих ключей в день и все вроде хорошо но во первых это капец как мало то есть вы сами понимаете одна микросхема в день и и это блин стоит 360 тория в день при условии что этот клан еще не качаный и можно зарабатывать только 100 тория в день то есть три человека сидит даже четыре потому что три не хватит они заработают 300 тория если каждый по 100 будет получать четыре человека сидит и просто дает весь свой тория причем играет активно чтобы блин каждый получил по одной микросхеме в день вот имея такой вопрос как бы а кто это придумал то есть ну идея она очень хорошая я не спорю а кто эти цифры оставлял просто вот человек такой сидит и думает блин вот если мы сделаем там две микросхемы в день это сломать баланс или что и понимаете в чем проблема по мере того как ты улучшаешь клан ты будешь улучшать вот эти вот здания и сейчас вот первый уровень вот допустим завод энергоблоков вот у меня больше всего раздражает вот в чем суть сейчас вот ты прокачал у тебя будет сто восемьдесят тория в день кушать вот окей там два два человека играет там ну просто все уходит на завод энергоблоков и ты получаешь 40 блоков в день а мы эту штуку прокачали по-моему четыре раза или что-то типа того и он знаете сколько начал давать энергоблоков сорок восемь понимаете то есть одно улучшение повышает количество энергоблоков в день на две штуки при этом стоимость она растет в геометрической прогрессии сейчас чтобы активировать завод энергоблоков надо потратить у нас 770 тория в день блин то есть мы получаем каждые сорок восемь энергоблоков потратим семьсот семьсот семьстория и как бы а какого фига вообще то есть ну просто что такое 40 энергоблоков ну там 48 кей это один раз активировать модуль ну блин серьезно то есть вот допустим я открываю raptor да вот окей он стейбл кондуит мы даже не спорим него там пять дней копить просто два раза репейр юнит активировал или вот допустим ты хочешь advanced репейр юнит активировать сколько один раз в день можешь активировать сколько я раз активирую модули забой ну 10-15 и то есть мы играем там дофиги еще чтобы потом просто нам дали сорок восемь энергоблоков ну как бы я не знаю то есть понимаете все как-то должно логически вы то есть сколько там надо просто взять и посчитать сколько там тратит люди энергоблока в день когда играют столько сколько надо чтобы выполнить все эти задания просто хотя бы половину от этого возвращать то есть ну условно там не 40 энергоблок ну 500 хотя бы но 500 это тоже смех там ну 1000 да это семьсот семьсторий я бы отдал за 1000 энергоблок конечно я их потрачу там за условно в пять боев вот особенно если я буду вот этот вот модуль активировать который 200 стоит ну окей ладно 1000 это уже куда бы не шло это уже был бы какой-то спрос а вот это но это какая-то порнография я не знаю ну просто 40 энергоблоков там 48 я вам скажу что-то уже показывал вот семьсот семьстория то есть сидит там играет восемь человек чтобы просто получить 48 энергоблоков значит смех вот и еще параллельно то есть да ты будешь получать ресурсы но при этом развитие этого уклада но становится и ты не сможешь его улучшать чтобы у тебя было больше участников понимаете вот я говорил что я не хочу быть хейтером вот я хочу как-то быть объективным но у меня не получается при всем желании то есть идея гениальная то есть я без шуток говорю тот человек который придумал вот это вот развивать вместе базу там кто это рисовал это отличные просто товарищи они знают свое дело они реально придумают что-то классное а человек который расставлял вот эти вот циферки мне просто хочется на него посмотреть или вот смотрите меня вот это вот удивляет добыча жетонов усиления приносит в день 0 0 2 2 то есть это сколько это двадцать две тысячных и так окей и через сколько мне интересно мы сможем получить один мк 3 жетон то есть 540 тория в день если у нас клан не качаный но сколько там шесть человек играет каждый день чтобы получить там ну там двадцать две тысячных вот это вот мк 3 жетон там потратить они сколько ну ну дни пятьдесят два месяца будут сидеть там каждый день чтобы получить один жетон и как бы ну серьезно ну блин ну это же издевательство и причем еще цитадель надо до восьмого уровня докачать ну просто я не знаю и вот эта вот вещь она меня очень расстроила то есть если бы была справедливая компенсация то есть в зависимости того сколько золота было вложено в клан там люди получили столько тория то соответственно все было бы хорошо не сто десять тысяч как вот сейчас вот все типа сколько там тебя пофиг сколько у тебя было слотов сколько золота там миллион потратили емque и просто если бы сделали справедливо там какой там дали бы хотя бы 200 тысяч там или 2100 тысяч настроек я бы хорошо типа допрос просто чтобы до прошлого уровня вернуть все ok это первый момент который меня беспокоит а вторых это вот этот дурацкая экономика то есть это вообще это просто я не знаю это 7 какой а вот энергоблоки мне честно говоря убили то есть вообще не хотел видео записывать до тех пор пока я не посмотрел, сколько энергоблоков, вот завод этот энергоблоков требует, Тори, и сколько он производит. И просто после этого я, ну окей, я решил такое видео сделать, просто поделить свое мнение. Тем более, люди спрашивали, что я думаю, вот что я, блин, думаю. А, ну и еще вопрос, да, тоже у людей, типа, вот у меня есть Тори, что с ним делать? Просто вот ты тыкаешь поддержать клан, выбираешь, сколько ты хочешь пожертвовать, тыкаешь пожертвовать, и дальше у клана, и там есть у нас вот в клане, ну ладно, вот я сейчас просто показываю, здесь можно выдавать участникам роли. Есть сейчас там три, по-моему, четыре роли, получается пять ролей, то есть есть глава клана, это он один, это создатель, кто этот все клан организовал или потом передал. Есть старший офицер, который может вот заниматься как раз улучшением базы, активацией вот этих всех лабораторий и так далее. Есть просто офицер, который может принимать в клан, ну и там кого-то приглашать. И также еще, по-моему, есть есть еще более низкое звание, что-то вроде типа старейшин или что-то типа того. Я, честно говоря, не помню. Вот, если вы помните, то напишите об этом в комментариях. Я помню, что он точно есть. И еще как раз обычный участник, он ничего не может делать, он просто отдает свой торий и получает какие-то бонусы, которые решил глава или там старший офицер клана, что он будет получать. 48 энергоблоков условно. Вот, ну а глава клана, он может просто собирать со всех вот этот вот торий и потом дальше, вот допустим, хочет так тыкать, построить. Вот, и все у нас вот теперь вот на моем вот этом аккаунте, где мне нельзя состоять в клане, это только мой клан, я сюда никого не приму при всем желании. А у меня четвертый уровень базы, вот. Я могу улучшать что-то дальше, я могу построить центр связи, чтобы у меня было три клановых задания, я получал 150 торий. Но при этом мне сейчас надо, если я тут один, очень много играть, 13 дней, чтобы просто мне было еще одно задание. То есть, если был бы здесь 10 человек, то тогда бы, да, за два дня мы смогли бы это построить и улучшить, но при условии, что все играют, а все играть, само собой, не будут, там, у кого какие-то дела, там, семья, дети, работа, как я уже говорил ранее. Ну, в общем, и по итогу, что я могу сказать? Я очень хочу прокачать свой клан, ну вот. Я этим сейчас активно занимаюсь, я жду тот момент, когда у меня снова будет 45 человек в клане, чтобы я мог приглашать. И после этого я сейчас планирую сделать чистку у себя в клане, просто всех неактивных выгнать, вот, также те, кто не хочет выполнять задание Тори давать в казну клана, тоже мы погоняем. И, соответственно, я объявлю этот набор в клан, и если вы там хоть немного активно играете, то я вас радость приму. Ну и в целом, я думаю, я в одном из следующих роликов про это расскажу, и если у вас там, допустим, будет желание со мной поиграть, то можете смело добавляться. Ну, если там еще задание выполняете, само собой. И также сейчас еще кланы стали кроссплатформенными, то есть ты сможешь создать клан на компе и вступить в него своего аккаунта на андроиде и приглашать друзей с андроиды, с iOS, то есть, и наоборот. То есть, это в этом плане это отличный плюс. Я не знаю, почему его не сделали раньше, но теперь вот хотя бы так. В общем, если обобщить, то изменения, оно максимально спорное. Тут очень много хороших идей, тут много блестящих идей, но также есть вот эти моменты, которые просто все портят. И я не знаю, почему об этом никто не говорит. Я что-то как-то ни одно видео про клан толку не видел, там видел только обучающие. Вот, у меня есть поздравление, что всех все устраивает, то, что у них были непрокаченные кланы, вот, либо же у них вообще там просто люди своего клана не имеют, и поэтому ничего про это не говорят. Ну, вот, это мои мысли, вот. Вы, может быть, с ним не согласны. Поэтому лучше пишите в комментариях, что вы думаете. Я почитаю все ваши комментарии, поотвечаю, и мне будет интересно узнать, что вообще думаете по этому поводу. В общем, получилось такое вот видео. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам видео понравилось, то не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну, а с вами с тобой был я, Полоскун. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok